Хочу поздравить всех бельчан и всех своих сторонников с очень важной победой. Сегодня была презентация исследований ИДИС-Гейтору, которые сегодня дали реальную оценку тому, что мы делаем в Бельцах с нашей командой в течение последних двух лет. А именно, четко дали нам сегодня первое место. И не просто первое место, а сегодня Бельцы, набрав более 80% по транспарентности Бельская Примария, заняло первое место, причем на втором месте Примария Кагула порядка 50%, то есть огромный разрыв. Оценку нам дали А+, на втором месте Кагул, Б-. То есть классификации А и Б никого даже получается нет. Поэтому на примере Бельца мы показали всей стране, что будучи в оппозиции, нас уничтожают, нам создают постоянно какие-то препоны. Мы боремся там с негодяями-коррупционерами, они их спустя полтора года задерживают, кого-то отпускают под домашний арест, кого-то отпустили год назад. Но мы разворошили этот улей, и мы показали всей стране, что можно, можно двигаться вперед. Но для этого нужно работать. Поэтому я хочу от всего сердца поблагодарить всех работников мэрии, хочу поблагодарить работников муниципальных предприятий, хочу поблагодарить простых рабочих, хочу поздравить, у нас был юбилей у троллейбусного парка. Ребята, ваша работа, те, кто на самом деле честно достойно работает, начиная дворниками, которые уже 6-7 утра, как муравьи, убирают наш город, и мы являемся сегодня эталоном, являемся примером подражания для других городов по чистоте. Значит, несмотря на то, что кто-то выкладывает какие-то фотографии во дворах, что вот смотрите, там где-то остался мусор. Но в городе стало чище, в городе стало красивее, в городе стало прозрачно. Это заслуга всех вас, от простых рабочих, заканчивая людьми в премарии, которые честно отрабатывают свой кусок хлеба. И самое главное, делать все для того, чтобы люди верили, и что вот на примере Бельс, как я говорил два года назад, что на примере Бельс мы покажем всей стране, как может быть. Это при том, что нам создают припоны, мы не получаем эти деньги, которые должны получать. А если их и получать все, то мы их получаем последнюю очередь. Поэтому спасибо еще раз всем. Я хочу поблагодарить также наших вице-примаров, Игоря Шеремет, Леонида Ивановича Бабии, Лилию Сава, Всем спасибо, ребят. Мы правильно идем. Сегодня все международные организации увидели результаты этого исследования, оно длилось полгода. И когда звучат такие вещи, как говорится, вы знаете, вот по результатам проведения конкурса, публикация также и результата, но такого нет даже в Молдавском парламенте. Нет, все очень приятно. А знаете, что приятнее всего, что, вы понимаете, рано или поздно мы все уходим в историю, да? И вот что, по сравнению с тем, что показывают там грязные телеканалы режима, там с утра до вечера и так далее, вот где-то в истории все-таки останутся вещи. Останутся вещи, то, что исследовали институты или организации, финансируя внешними партнерами, которые не находятся под влиянием тех или иных проходимцев, да, в Молдавии. И то, что сегодня, даже если я умру, не дай Бог, вы понимаете, в Бельцах уже никто не будет класть в карман миллион-два миллиона лей в месяц, делить его там между милиционерами, там местными чиновниками и так далее. То есть это все, ну как для людей это, подождите, а как это произошло, там было так-так, а вот вы чем занимаетесь, понимаете? Поэтому, значит, мы наводим порядок Бельцев и мы наведем вместе с вами порядок во всей стране.